Карл Чапок. Сборник юмористических рассказов. Год садовода. Как разбивать сады. Есть несколько способов разбивать сады. Лучше из них поручить это дело садовнику. Садовник насажает вам всяких там жердей, прутьев и веников, называя их кленами, боярышником, сиренью, древесными, кустарниковыми и прочими растительными видами. Потом станет рыться в земле, перевернет ее все вверх тормашками и опять утрамбует. Наделает из шлака дорожек, понатыкает в землю какой-то вялой ботвы, объявив ее многолетниками, посеет на месте будущего газона семян, называя их английским роженцом, лесохвостом, гречкой, а потом уйдет, оставив сад бурым и голым, как в первый день творения. Только напомнит вам, чтобы вы каждый день всю эту глину тщательно поливали. А когда взойдет трава, велели привезти песку для дорожек. Ну ладно. Некоторые думают, что поливать сад очень просто, особенно если есть шланг. Но скоро обнаруживается, что шланг – существо необычайно коварное и опасное, пока не приручен. Он крутится, прыгает, изгибается, пускает под себя пропасть воды и с наслаждением полощится в грязи, которую сам развел. Потом бросается на человека, который собрался поливать, и обвивается вокруг его ноги. Приходится наступать на него. Тогда он становится на дыбы и обвивается человеку вокруг поясницы и шеи. И пока схваченный его кольцами вступает с ним в единоборство, как со змеей, чудовище подымает кверху свое медное рыло, извергая мощную струю воды прямо в окна на свежевыстиранные занавески. Тут надо энергично схватить его за голову и потянуть, что есть силы. Бестия рассверепит и начнет струить воду уже не из рыла, а возле гидранта и откуда прямо из тела. На первый случай нужны трое, чтобы кое-как с ним справиться. Все они покидают поле сражения, мокрые, по уши в грязи. Что же касается сада, то местами он превратился в топкие лужи, а в других местах трескается от жажды. Если вы будете совершать эту операцию каждый день, то через две недели вместо травы покажутся сорняки. Это одна из тайн природы, отчего из самого лучшего семенного материала вместо травы вырастает какое-то буйное колючее былье. Может быть для того, чтобы получился хороший газон, нужно сеять сорняки? Через три недели газон густо зарос чертополохом и всякой нечистью, ползучей либо уходящей корнями в землю на целый локоть. Станешь ее вырывать, она обламывается у самого корешка, либо захватывает собой целую груду земли. Выходит так, чем гаже поросль, тем она сильнее цепляется за жизнь. Между тем, в результате некоего таинственного химического процесса шлак дорожек превратился в самую маскую липкую глину, какую только можно себе представить. Но так или иначе, сорняки из газонов нужно выпалывать. Полиш, полиш, оставляя позади будущий газон в виде голой желтой глины, какой она была в первый день творения. Только в двух-трех местечках проступает что-то вроде зеленоватой плесени, что-то зыбкое, реденькое, похожее на пушок. Сомнений нет, это травка. Ты ходишь вокруг нее на цыпочках, отгоняешь воробьев, а пока таращишь глаза на землю, уже распустились первые листочки на кустах крыжовника и красной смородины. Весна всегда подкрадывается незаметно, и твое отношение к окружающему изменилось. Идет дождь, ты говоришь, что он поливает сад. Светит солнце, оно это делает не просто так, а освещает сад. Наступает ночь, ты радуешься, что наступил отдых для сада. Придет день, когда ты откроешь глаза и увидишь. Сад стоит зеленый, высокая трава сверкает росой, из гуще розового куста выглядывают тяжелые темно-красные бутоны. А деревья разрослись, стоят развесистые, тенистые, с пышными кронами, дыша ароматной прелью в сыром полумраке. И ты уже не вспомнишь о нежном, голом, буром садике тех дней, о робком пушке первой травки, о скудном проклевывании первых листочков, глинистой, бедной, трогательной красоте только что разбитого сада. Редактор субтитров А.Семкин